всем привет рада видеть вас на моем канале сегодня я у дедушки на даче мы идем собирать забиробой мы нашли поляну зверобоем и собираем и будем заваривать чай дедура ты любишь зверобой дедушка вручил мне секатор и я собирала зверобой собрала между прочим два огромных букета а было решено что я заберу их домой и высушу в специальной сушилке а потом привезу половину дедушки потому что когда сушить травы на солнце они очень сильно осыпаются поэтому если есть сушилка лучше все таки сделать это в ней я поставила зверобой вазочки с водой чтобы они не осыпались раньше времени ну и чтобы было красиво потому что от него исходит такой потрясающий аромат вы даже не представляете пахнет медом на весь дом и он кстати очень заинтересовал мою кошку она подходила его грызла я сначала подумала что это вредно но прочитала что звери любят его есть как ни странно зверобой перебираем отрезаем большую часть стебля нам нужны в принципе только цветочки и укладываем зверобой на поддоны сушилки небольшую часть стебля мы все-таки оставляем ту на которой держат эти самые цветочки чтобы они у нас не осыпались раньше времени травы можно класть очень очень плотно буквально друг на друга потому что они всегда очень хорошо просушиваются в сушилке и даже нет необходимости менять поддоны местами в отличие например от сушки фруктов или ягод вот так выглядит моя специальная сушилка я ее уже показывала в прошлый раз когда сушила клубнику берем поддоны и ставим их в сушилку сушилка это достаточно простенькая но пока что всем меню устраивает и вот кстати слева еще стоит сушилка от зигменштайн и сушилка мультипечь все поддоны поставили накрываем сушилку крышкой и включаем согласно инструкции выставляем нужную температуру я поставила температуру 35 градусов это самая минимальная температура моей сушилки и в инструкции было написано что как раз на этой температуре нужно сушить траву зверобай у меня простоял в сушилке примерно 7 или 8 часов и я даже не меняла поддоны местами и вот такой прекрасный он получился он полностью высох и совсем не осыпался потому что часть зверобоя у меня все-таки высохла в стакане точнее в вазочке с водой и вот эта часть очень сильно осыпалась а тот который был в сушилке он был практически целый осыпалась только совсем незначительная часть я еще немного отрезала от зверобоя стебли и сложила вот в такую стеклянную баночку потом отвезу половину дедушки хранить буду под закрытой крышкой и добавлять в чай еще раз скажу что он потрясающе пахнет медом и мне кажется часть не будет просто бомбический приятного вам аппетита